Приветствую тебя, мужчина! В этом видео я разберу несколько ответов на вопросы, соответственно, которые не просто важно человеку ответить, а важно, чтобы многие услышали, потому что, возможно, одних и тех же вопросов станет меньше. Часто задают вопрос, что говорит девушке, о чем разговаривают с девушками. И тут же ему какой-то парень пишет, почему большинство голосует за этот вопрос. Как будто вам выдадут какую-то инструкцию универсальную, в которой расскажешь, что говорить. Да, действительно, проблема не в том, что говорить, а проблема в самом смысле, в самой сути. То есть, когда вы думаете, что с женщиной нужно говорить о чем-то особенном, чтобы там понравиться, то есть, чтобы она обязательно вас оценила в хорошую сторону, чтобы угодить, чтобы развеселить, то есть, это уже провал. Поэтому здесь вопрос не в тематике для разговора, а в том отношении, с которым вы туда идете и с которым вы задаете себе этот вопрос, что говорить. По сути, важно не то, что говорить, а то, чтобы создать условия, при которых женщина захочет вести с вами диалог, при которых она захочет вас слушать. И самая главная проблема, по сути, я считаю, в том, чтобы как создать такие условия, при которых женщина будет с радостью поддерживать с вами диалог. И мужчины думают, что все должно быть в разговоре приятно и интересно для нее. То есть, в нее все вложено. Я предлагаю тебе сделать такую практику. Попробуй, просто подойдя к девушке, сказать что-то о себе. То есть, попробуй подойти и сказать, что мне в тебе понравились твои волосы, мне в тебе понравились твои ноги, у тебя очень красивое платье, оно мне очень понравилось, оно меня привлекло. Хотя бы с этого начинай разговор с девушкой. Во-первых, ты оцениваешь, ты говоришь, мне понравилось, я оценил. Во-вторых, ты акцентируешь действительно на том, внимая, что тебе действительно понравилось. И следующее, когда ты идешь туда за одобрением, чтобы взять телефон, чтобы ты понравился, это как бы провал. С этим поможет справиться, когда ты себя убедишь в том, что ты идешь туда просто пообщаться. То есть, иди туда не знакомиться. Иди туда просто общаться. Я иду общаться. И если человек мне нравится, как он общается со мной, я буду продолжать общаться. Если там все круто, классно, мило и здорово, ты такой говоришь, оп, значит я попробую спросить телефон. Если там не классно, не круто, не здорово, не вкусно и не круто, ты говоришь, ладно, всего хорошего и пошел. То есть, когда ты идешь не за каким-то результатом, а за процессом пообщаться, и ты оцениваешь, хочешь ты общаться там или нет, ситуация начнет меняться. Ты должен смотреть, приятно ли тебе не в нее вкладывать весь вот этот, всю свою энергию, как бы ей понравиться, лишь бы ей было приятно и интересно. Приятно ли мне с ней общаться? Вот этот вектор надо поворачивать. Но на самом деле, если честно, пока ты не вытряхнешь из себя, это дичайшее непреодолимое желание там понравиться, да, то есть там угодить. Для тебя так и будет, любая тема с женщинами, целая проблема. В том числе, там, как, о чем разговаривать или любая другая. Потому что тебе очень важно там понравиться. Следующий вопрос. Измененное состояние сознания после того, как пару лет ничего не делал, а потом резко пошел в подходы. Сколько оно будет ощущаться как дискомфорт? То есть, человек спрашивает по-простому, когда пройдет дискомфорт при подходах. Во-первых, я думаю, что когда ты пишешь, что пару лет ничего не делал, то есть, скорее всего, ты и до этого ничего не делал. Потому что часто бывает такое, когда мужчина говорит, вот я был в отношениях, а теперь вышел из отношений и понял, что разучился. Это, конечно, не велосипед подхода и знакомства, но и не такое, что придется заново все делать. Если ты что-то понимал и умел, невозможно этому разучиться. Поэтому это момент один. Второе, когда человек пишет, я резко пошел в подходы, мне хочется понять, какое количество. Потому что здесь вот это вот состояние, которое ты испытываешь, стресса в подходах, оно напрямую зависит, так сказать, обратная пропорция от количества. То есть, чем больше ты подходишь, тем меньше вот этого дискомфорта и страха. Поэтому, если он сохраняется, скорее всего, это все выборочные такие редкие вылазки в сторону женщин. Поэтому здесь, если ты идешь в подходы, как ты говоришь, нужно тотально в эти подходы пойти. Когда мужчины задают себе вопрос, сколько это будет длиться, это самое большое заблуждение. Это вообще ошибка, которая тебе самому вставляет палки в колеса. Нет конкретной цифры, сколько это будет продолжаться. Как минимум, по той причине, что все люди разные, это если даже говорить о том, что все одинаковое количество делают, практикуются одинаковое количество раз. Все люди разные, у всех голова устроена по-разному, у всех какой-то анамнез разный, поэтому кого-то будет отпускать раньше, кого-то будет позже. Когда ты задаешь себе вопрос, сколько это продлится, это очень плохо и неправильно. Потому что само отношение к процессу, ждать, когда тебя отпустят, оно в корне неверное и неэффективное, это просто утопия, путь в никуда. Потому что чем больше ты будешь ждать, когда тебя отпустят, тем сильнее ты будешь концентрироваться и акцентировать внимание на моментах, когда тебя не отпускают. То есть, допустим, ты очень сильно хочешь, чтобы отпустило, ты идешь, знакомишься, испытываешь какой-то небольшой дискомфорт, даже не сильный. Но ты обращаешь на него внимание, говоришь, блин, все равно я себя чувствую дискомфортно, все равно дискомфортно. И ты будешь все время себя вот этим раздергивать. Ну, например, как пример с правами. Ты приходишь учиться в вождении, первое время тебе очень некомфортно, ты стрессуешь. Но здесь задача важнее научиться управлять транспортным средством, нежели чем ждать, когда перестанет какой-то дискомфорт быть от этого. То есть согласись, когда ты учишься, ты же не думаешь, ну когда же меня отпустят, ну когда же меня отпустят. Ты хочешь научиться, ты думаешь о цели научиться, тут отношение другое. Потому что в какой-то момент, когда ты научишься, через какое-то время ты обнаружишь себя в том положении, что, блин, я вообще расслабился. Оказывается, это пришло незаметно для меня. С женщинами будет то же самое. Если ты будешь акцентировать внимание на том, когда же меня отпустят, а не на том, как научиться, тебя никогда не отпустят. А потом в какой-то момент, когда ты научишься, ты поймешь, блин, а это было легко. И когда на тренинге практика я спрашиваю, ребят, а как вообще, вот ты же там вчера ничего не мог, а сегодня ты уже там спокойно общаешься. Говорят, а что ты ей сказал? Говорят, а я не помню. Оно как-то само. Потому что так и будет происходить. Потому что ты будешь не помнить, оно будет как-то само. И вопрос, почему, когда с вождением у людей не все в порядке, никто не бросает это дело, ну только какие-то единицы. Но с женщинами, если ты идешь, начинаешь знакомиться, испытываешь дискомфорт, ты можешь на месяц или на два месяца, на год вообще на это забить. А все очень просто. Я тебе скажу, почему вождение никто не бросает. Потому что в отличие от вождения, да, общение с женщинами напрямую связано с твоей самооценкой, с твоим самоощущением, самоуважением. И если у тебя не получается вождение, как-то какие-то моменты, ты же не чувствуешь себя некомфортно, плохо, там что-то со мной не так, я плохой, я такой-сякой. Но как только ты слышишь отказ от женщины, все это жестко бьет по твоей самооценке. И если ты не можешь сделать это самостоятельно, то я с радостью приглашаю тебя на свой юбилейный тренинг-практика. Практики 4 года, с 25 по 28 августа. Здесь ссылка под видео. Успевай, есть еще немного мест, ждем только тебя. Не можешь сделать сам, ты там окажешься в такой среде, в которой мы сделаем это все вместе. И когда у человека на тренинге получается результат, он уже к этому процессу начинает относиться с большим терпением, скажем это так. Потому что как только он видит, что да, я могу с нашей помощью, потом раз, опять я могу с нашей помощью, потом уже без нашей помощи я могу, у него появляется больше стимула вот это потерпеть, потерпеть, а что будет дальше. И вот таким образом получается тот самый результат. Еще один вопрос. Открывать девушек, догоняя их и отдаляясь, получается? Дескать, шел мимо, а тут ты. Ну, то есть то, как я объясняю в своей системе, в своих каких-то видеоматериалах и на практике в том числе. Открывать на встречу тоже получает. Ну, само собой, есть возражение и отказы. Ситуация. Стою на перекрестке, на другой стороне стоит девушка, я жду, пока она перейдет дорогу и пытаюсь открыть. Но тут магия, в кавычках, мол, шел мимо, не срабатывает. Она уже заранее знает, что я к ней иду. И стою, жду ее. За эту неделю уже дважды была такая ситуация, и меня интересует, как все красиво обойти. Вот такой вопрос. У меня к тебе такой встречный вопрос. Ты уверен, что у тебя правильное представление о процессе? Почему должно быть именно так, что ты шел мимо? Да, если я типа шел мимо, это все работает. Но если плавно не получается, да, то есть если ситуация такая, что плавно не получится. Вот вы уже пересеклись взглядами. Или там как-то она идет навстречу через пешеходный переход. Да стани, смотри на нее, улыбайся. Да, я к тебе. Я ждал тебя. Ты мне понравилась. Хочу пообщаться. Не надо вот это все утрировать и преувеличивать. Зачем я говорю, что нужно подходить плавно, как будто бы ты не шел знакомиться? Для того, чтобы люди не набрасывались, не накидывались, не нашвыривались, не проходили в ноги, то есть не спускались с парашютом. То есть основная проблема, да, вначале, это резкость какая-то при подходе, неестественность. Потому что обычный смертный человек так не знакомится. Скорее всего там что-то типа, да, здрасте, извините, здрасте. Если парень вламывается резко в личное пространство, либо он бухой, либо он какой-то обдолбанный, либо он опасный, либо, ну, как бы что-то с ним не так, либо он пикапер. Поэтому не надо утрировать и все это преувеличивать. Если есть возможность показать, что ты не планировал познакомиться, знакомься так. Если же нет возможности, и ты видишь, что девушка тебя уже увидела, а то это вот это ваше любимое, она меня уже спалила, она меня спалила. И что, что спалила? То есть она увидела, что на нее смотрит мужчина. Мужчина, которому она понравилась. Достойный мужчина, который хочет проявить свои сексуальные, там, мужские намерения в ее сторону. Или ты должен что, вот так прятаться? То есть если увидела, еще лучше. Поэтому, еще раз, включайте голову. Вся эта плавность нужна только для того, чтобы ты не накидывался. Но если ситуация не позволяет подойти плавно, да, подходишь прямо, да, я к тебе, я подошел общаться с тобой. Как видишь, здесь очень много нюансов, которые тебе неизвестны. И это похвально, что люди делают, которые задают эти вопросы. Но если вы делаете самостоятельно и не можете дать себе грамотную обратную связь, соответственный результат может либо задерживаться сильно, либо быть совсем не таким, какой вы хотите. либо это для вас будет продолжать оставаться стрессом. Чтобы такого не было, все на практику с 25 по 28 юбилейная практика. Будет очень круто. Девчонки будут, которые будут вам помогать и много чего еще. Увидимся там. Пока. Пока.